Подводим итоги матча Титаник СК Волна Д, победа морских со счетом 3-1 Николай Маркин, Максим Осипов, Стас Станислав Осипов Николай, поздравляю с победой, как сложилась игра? Спасибо Титанику за игру, тяжелая игра, но наверное во втором должны были пораньше чуть-чуть решить, вместо этого 2-1 Такая довольно-таки валидольная концовка, слава богу забили третий Первый тайм, я считаю, может даже Титаник лучше был, как минимум на такой равный тайм Если бы похвалю сегодня одного нашего защитника, вратаря Максима Зеленцова, если бы не он Возможно мы бы начали в минусе игру, он молодец, докатился, доборолся Довольно-таки тяжелая игра, которая могла бы сложиться легко и по-другому Ребятам огромное спасибо своим за игру, побились, во втором тайме наладили Андрюш Денисов, как обычно, на тайм опоздал, полегче стал, когда он приехал Так, хорошая игра, которая много пищи для размышлений, но самое главное 3 очка, я очень рад Он сегодня заряжен был, за основу все практически забил сегодня Но я сказал в репортаже на Суперлиге, что за дубль точно забьешь, все очень заряжено и удалось Пас хороший, на самом деле Партнеры все сделали, что в основе, что в дубле Вот, так а в дубле, там говорят, автогол, в основе автогол, говорят Ну, забил и забил, на самом деле, для этого на поле и в том числе и выхожу, чтобы приносить пользу команде Вот, так что, ну, здесь, наверное, больше заслуга партнеров, чем моя Так что оставалось только там исполнить Стас, сегодня отличный сбор, давно такого Титаника не видел, там, сколько-то два состава, Сергей Степлиани Как игра сложилась? Игра сложилась, как обычно, с борьбой, то есть, да, состав у нас был В первом тайме мы имели моменты, опять мы не забили, то есть, надо решать, попадать в ворота, в углы, как бы, и забивать такие моменты Ну, вот, коллега сказал правильно, Андрей пришел, подтянулся к команде соперников в первом тайме Действительно, они стали нас хорошо катать, мы держались, пропустили, ну, обидный гол В первом тайме, и дальше просто не доборолись То есть, в втором тайме также были моменты, но, к сожалению, не реализовали А соперник забил нам, в принципе, ну, похожие голы друг на друга Ну, смотри, сколько сейчас получается, восьмой тур, восьмой тур, седьмая игра у Титаника Какие ты видишь причины того, что пока не удается очков больше набрать, кроме победы в стартном туре? На самом деле, здесь сложно говорить, мне кажется, это все влияет поле, влияет какой-то опыт игры на этом поле То есть, да, видно по ребятам, что оно тяжело бегать именно всю игру, все шестьдесят минут Да, то есть, в принципе, я думаю, еще есть время адаптироваться, есть время набрать очки Потому что эта команда соперника занимает, если не ошибаюсь, третье место, да, в турнире-таблице Соответственно, шансы у нас были потягаться и с третьим местом, значит, мы можем, в принципе, забирать свои очки Вот, то есть, как я и сказал, нам нужно забивать свои моменты, да, ну и не пропускать, как бы, ненужные голы Николай, ну, команда, да, выходит, уже окончательно вышла из этой ямы, да, там сколько было, три или четыре поражения подряд Сейчас две или три победы подряд уже, да, три подряд позади все, черная полоса Ну, так предсказать-то и сглазить не хочется, говорить о будущем Надеюсь, что, ну, мы добавили в первую очередь дисциплине и рева у нас, ну, от нас ветеранов, которые орут, все, что-то гавкают Мы уже, там, у нас преклонный возраст, там, дня у Димы, у Блока, вот И мы договорились, что мы, наоборот, поможем ребятам нашим молодым, да, направим их и поддержим И вроде бы, как бы, вот и пошло, плюс ребята в обороне очень сильно добавили У нас, оказывается, ну, не вратарь, а защитник теперь Ну, Максим Зеленцов, если честно, очень неплохо играет в защите Вот я ему хотел бы спасибо сказать Так что, чуть-чуть дисциплины наладили, чуть-чуть нам вести стало, забивать стали моменты Ну, и, как бы, мало пропускать, так сказать Соответственно, дай бог, что дальше так продолжим Но хотелось бы за призовые места побиться Вот, но суперники впереди хорошие Так что, ну, благодаря, благодаря, там, всем нам, как бы, то, что мы сделали правильные выводы из трех поражений подряд Ну, смотри, давай, так, тебе последний вопрос поразмышляем, да Люди, ну, кто, там, слились за турниром, удивлялись, что Волна, да, там, не явный фаворит, не все победы Ну, так, по-хорошему, мне кажется, дубль Волны-то стал слабей Ушел, да, там, Алаев, не играет Русинов, не играет Катаев В прошлом сезоне ездили активно, там, Шмонин, Давиденко Ну, объективно, состав дубля в этом сезоне выглядит слабее Как ты считаешь? Я, блин, сложный вопрос, на самом деле, ну, много помогала основа в том, и по тому году я с тобой соглашусь Но, так как нас, футболистов, достаточно, да, я считаю, что у нас молодежь появляется довольно-таки Они должны расти, вот, соответственно, ну, все те люди, которых ты назвал в большинстве, они сейчас из-за основы-то не играют Что Даня Давиденко, что Ром Шмонин, вот, в силу разных причин Вот, блин, ну, наверное, возможно, как бы по сбору и по помощи было просто помощи больше от мастеровитых и футболистов Вот, сейчас ее, как бы, поменьше, но, тем не менее, ты сбор сам видишь сегодня у нас, очень много Соответственно, парни должны развиваться, вот, соответственно, ну, вот, у нас Никита Податнов в этом году появился Я бы хотел, наверное, попробовать его в следующем туре в основу даже привлечь, потому что мне очень нравится, как он играет Вот, а мы все стареем, а они пока молодеют, соответственно, ну, должен лифт все-таки работать Вот мы с Максимом Егодаровым попытались сделать, но он кто-то пропал, блин Не знаешь, где стать? Твой футболист тоже, вот, сожжем окна Соответственно, соответственно, ну, ну, короче, блин, наверное, посильнее были в том году, помощи побольше просто было А сейчас вот другие ребята расти стали, все Светлана, у тебя тоже заключительный вопрос Ты говоришь, там, слабая реализация моментов, в курсе, не в курсе На следующей неделе до заявочного окна планируется как-то усиление, может, лидера, усиление нападения Потому что тоже Сергей Степляник, да, там, топ-форвард, ну, крайне редко приезжает Ну, я думаю, этот вопрос нужен к Юре, Варышникову адресовывать, то есть, не я заявляю ребят В целом, я думаю, дополнительные игроки, дополнительные нападающие не помешали бы Особенно, если они будут молодыми, выносливыми, быстрыми То есть, благодаря этому мы будем работать на поле наравне с другими командами, да, то есть, по физике Если такое подключение будет в межсезонье, да, то есть, в окне, ну, здорово, отлично Но, повторюсь, это все вопросы к Юре, я не докладываю такие вопросы Тебе хотелось бы усиление? Да, было бы неплохо, на самом деле, я думаю, это очень нам помогло бы В плане физики, в плане такой, более светлой головы Потому что, ну, ребята, которые в возрасте, они бы побольше отдыхали И приносили бы на поле именно пользу мозговую, то есть, как бы, которую они могут делать Вот, поэтому, да, усиление бы не помешало Спасибо, Юрид Спасибо, Юрид Спасибо, Юрид